Добрый вечер! Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Шмот. Начало второй книги Хумаша Шмот. Книга Шмот посвящена порабощению и избавлению из рабства. Ну, сейчас мы на самых первых стадиях еще порабощения. Разбирали мы текст подробно, стих за стихом, смотреть, какие стадии проходило это порабощение. Разобрали мы достаточно подробный комментарий Рамбана, который сосредоточился на фараоне и его политике, каким образом фараон осуществлял свой замысел. Ну, и теперь уже, когда рабство в Египте – это уже совершившийся факт, то мы сможем еще посмотреть так с высоты птичьего полета на весь этот процесс. Вопрос. Когда началось рабство? Когда началось порабощение? На этот вопрос мы получаем противоречивый ответ. С одной стороны, еще в конце книги Бриши, в начале недельного раздела Вайхи. «И жил Яков в Египте 17 лет, и было дни Якова, всех лет его жизни, 147 лет, известно, что в Торе, это то, что называется Пороша Стума, то есть это абсолютно закрытый отрывок, это значит, что нет никакого разрыва между окончанием предыдущей главы и началом этой главы. Даже минимального разрыва, не то, что красные строки нет, но даже минимального разрыва в 9 букв шириной, длиною, и то нет. Вряд наши мудрецы почему нам и прожат Зустума для того, чтобы… Тор хочет нам дать здесь намек определенный, намекнуть на то, что с того момента, как умер Яков, нестему либам ба инеем шелисроэль мицарата шейбут». То есть с этого момента полностью закрылись сердца и глаза сынов Израиля от рабства. Получается, что с момента, если мы читаем просто вот эти слова мудрецов, то выходит, что с момента смерти Якова началось уже пробощение. С другой стороны, в книге «Шмот», в 6 главе книги «Шмот» там есть перечисление всех сынов Израиля. Раши спрашивает там, почему указаны здесь не только их имена, но и годы их жизни. Вот имена сыновей Леви по старшинству их, Гершона, Киата, Мирари. А лет жизни Леви было 137 лет. Дальше. «Сыновья Гершона, Левниши, Миссия, Мимих, сыновья Жекиата, Амрама, Ицхара, Хихаврона и Узиэль. А лет жизни Киата следующее поколение – 133 года. Зачем здесь нужны все эти даты? Зачем нужно здесь считать продолжительность лет, продолжительность жизни каждого из них? А это для того, чтобы нам узнать и посчитать, когда началось египское рабство. Ибо рабство не началось до тех пор, пока был жив хотя бы один из сынов Якова, один из братьев Юсефа. Так сказано, как там сказано, и умер Юсеф и его братья, и все то поколение. И сразу после этого и восстал новый царь над Египтом, который не знал Юсефа. Ну, Юсеф умер не последним. Последним умер как раз Леви. Он жил дольше всех. Стало быть, вот только после того, как он умер, мы можем посчитать начало рабства. Уясняется, что оно было не так уж много времени. Относительно, конечно. Все относительно. Как же так? Значит, в одном месте получается, что рабство началось со смертью Якова. Что Галут, порабощение и египетское изгнание начинается, как Галут Митраем, начинается со смертью Якова. В другом месте получается, что оно началось намного позже, только после того, как умер Леви и последний из сынов Якова. Как нам разрешить это противоречие? С одной стороны, рабство, порабощение, Галут – это чисто физическое явление, порабощение, безусловное физическое явление, когда людей превращают в собственность, когда их заставляют делать то, что они не хотят, когда они находятся юридически в таких условиях, в которых они не имеют свободы и не могут делать то, что они хотят. Это очевидно. И это состояние Галута, когда прежде свободные люди, которые жили на своем месте, и они попадают в ситуацию, несвойственную для них, когда они не свободны, когда они подчинены и так далее. Это одна сторона дела. Есть еще вторая сторона дела, ее достаточно часто подчеркивали, а именно духовный аспект. Духовный аспект – это духовный аспект Галута. Это означает, что человек живет не так, не подобающим, не свойственным для него образом. С точки зрения духовной есть серьезная и серьезная деградация. Вот это как раз духовная проблема, она-то первичная. Она началась на выборах. С момента смерти Якова, как там говорит Раши, «Глаза больше не видят». «Нистам лев» – закрыло сердце, сердце не чувствует. Главных два, два главных центра, при помощи которых человек воспринимает то, что творится вокруг него, и пытается понять и оценить. Это глаза, при помощи которых он видит и оценивает то, что происходит, и сердце, то есть чувство, при помощи которого он воспринимает существующее. Так вот, для всего народа, понятно, что глазами и сердцем, мудрым сердцем для всего народа является его вожди, вождь народа. Когда вождь народа находится на должном, на высоком духовном уровне, то это влияет на весь народ. Со смертью Якова ушёл такой вождь. И в результате появилась определённая слепота. То есть евреи, оставшись без своего вождя, без Якова, они не усмотрели опасность, которая им грозила. В чём была эта опасность? Мы здесь подробно рассказывали о том, каким образом фараону удалось поработить евреев. Поначалу всё это было бефе, рах, то есть это было всё достаточно мягко, а именно поначалу ко всему населению фараон обратился с просьбой помочь войти в тяжёлое экономическое положение страны, помочь ей и отработать один день бесплатно, и евреи откликнулись на этот призыв, работали с воодушевлением, как и все египтяне вокруг. Вслед за этим бы их пригласили. Ещё раз, ещё раз, ещё раз в конечном итоге объяснили, что это уже теперь в добровольно-принудительном порядке. Теперь уже с завтрашнего дня на работу нужно выходить не потому, что это добровольная работа, а потому, что так надо. Если бы Яков был жив, то очевидно, что он не позволил бы им тогда принять участие в этом самом первом субботнике, который устроил фараон. Но вот этого тогда евреи и не сумели углядеть, этого тогда они и не увидели. И таким образом пропали они на узочку, таким образом вот эта вот нечуткость, нечуткость, духовная нечуткость привела к тому, что в дальнейшем уже началось пробощение, а фактическое пробощение, оно, как и сказано там, оно произошло только после того, как умер последний из братьев, последний из сыновей Якова. Это был Ливий. Понятно нам теперь будет, с какого момента наступит перелог, а именно начало освобождения. Освобождение, очевидно, тоже будут разные стадии. Сначала освобождение на духовном уровне, а только потом уже конкретно на физическом уровне. То есть если мы найдём в тексте и в комментариях какое-то место, где глаза и сердца открываются, если началось пробощение, если начался голод с того, что не стымо и не им были бам, с того, что закрылись глаза и закрылись сердца, то если найдём место, в котором глаза и сердца открываются, то это означает, что произошёл перелом и начинается процесс освобождения. Вот теперь после этого вступления можем уже прийти к тексту. Глава вторая, с самого начала, первый посуд. И пошёл человек из дома Леви и взял в жёны дочь Леви. И зачала женщина, и родила сына, и увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. Когда же она не могла больше скрывать его? Она взяла для него тростниковую корзину, обмазала её глиной и смолой, положила туда ребёнка и поставила её в тростники на берегу реки. А его сестра расположилась на расстоянии, чтобы знать, что произойдёт с ним. В это время дочь фараона спустилась искупаться в реке, а её девушки шли вдоль берега реки, и увидела она корзинку в тростнике и послала свою служанку, и та взяла её. И открыла она, и увидела его, младенца. И вот мальчик плачет, и сжаливалась над ним и сказала, это один из еврейских детей. Тогда его сестра сказала дочери фараона, а не пойти ли мне и не позвать тебе кормилицу из еврейских женщин, чтобы она выкормила ребёнка для тебя? Иди, сказала ей дочь фараона, и пошла девушка, и позвала мать ребёнка. И сказала ей дочь фараона, возьми себе этого ребёнка и выкорми его для меня, а я заплачу тебе. И взяла женщина ребёнку и выкормила его. И когда ребёнок вырос, она принесла его дочери фараона, и он стал ей за сына. Она назвала его Моше, сказав, потому что я вытащила его из воды. Вот этот отрывок будем сейчас разбирать. Ставим внимательно. И пошёл человек из дома Леви и взял в жёны дочь Леви. Вопрос начинается с первого слова. И пошёл. Куда он пошёл? Пошёл искать себе шедух? Пошёл искать себе невесту? Что значит пошёл? Талмуд в трактате сута говорит, что пошёл. Слово это не следует понимать буквально. Означает, что он пошёл по совету своей дочери. Что это означает? То есть этот брак человек из дома Леви, кстати, интересно, что здесь не называется его имя, мы только понимаем факты, что это тот человек, который был отцом. Моше. И стала быть жена, на которой он женился, тоже из дома Леви. Она мать Моше. Но Тора почему-то не называет его имени. И пошёл, тогда выходит, что пошёл, значит, этот брак был по совету его дочери. Стоп. Здесь начинаем немножко не понимать. Погодите, как это брак по совету дочери? Если это был брак, значит, дочери перед этим не должно было быть. Если была дочь, то откуда она? На самом деле, если мы продолжим чтение и изучение текста, то выяснится, что у Моше были старшие брат и сестра. Аарон и Мирьям, которые были старше его на 3-5 лет, стало быть, Моше был младшим в доме. Это тоже наводит нас на некоторое непонимание, что же здесь на самом деле происходит. Талмуд в трактате «Святая» говорит так, что после указа фараона, что это за указ фараона? Указ, о котором говорилось на предыдущих уроках, каждого ребёнка мужского пола приказал фараон кидать в реку, то есть уничтожение младенцев. Так вот, после этого указа левит Амран, так звали отца Моше, Амран, который был главой своего поколения, просто он был левитом, а это был человек, авторитет, которому прислушивались все люди того поколения, дал же не развод. Почему дал же не развод? Да потому что вести семейную жизнь, рожать детей, которых потом будут уничтожать, смысла в этом он не видел. Поэтому дал и развод. А вслед за ним так же поступили все евреи. То есть он после того, как он сделал такой шаг, этот шаг был демонстративным, и его примеру последовали и остальные. Но дочь Амрама, Мирьям, упрекнула его. В чем был упрек дочери? Отец, твой указ более жесток, чем указ фараона. Ведь он поверил уничтожать только мальчиков, а ты и девочек. В результате того, что люди развелись, теперь не будут рождаться, и девочки тоже. И таким образом ты лежил их жизни. Он лежил их жизни только в этом мире, а ты и в грядущем. Известно, что человек, которому душа, которой не удалось воплотиться в теле, то есть родиться в этом мире, такая душа доля в грядущем мире не удостоится. Фараон – злодей, поэтому его указ вряд ли долго продержится. Это жизненная философия, к которой часто наши мудрецы прибегали. В самых тяжелых ситуациях, в самых трудных положениях, когда казалось, что власти сильные мира сего делают нашу жизнь совершенно невозможной, утяжеляют нашу жизнь. Да, это верно. Но все эти вещи приходящие. Иногда это кажется странным, когда такие мощные силы стоят против нас. Они, кажется, неизыбленными. Всегда вспоминали. Когда я уезжал из покойного Советского Союза, то мой отлет, это было в 78-м году, у меня был билет на 7 ноября. Это был день, праздник, день революции. И в этот день традиционно проходил парад на Красной площади. И вся военная техника направлялась по Ленинградскому шоссе, по Ленинградскому проспекту, через улицу Горького, ныне Тверская, Ямская. И на Крыму на Красную площадь. А мне нужно было ехать в обратном направлении, поскольку я вылетал из аэропорта Шереметьево. Это как раз по Ленинградскому проспекту обратно. И вот пробиваясь через в тех условиях на маленькой машинке, пробиваясь к аэропорту, я сижу в этой машине и вижу, как навстречу мне едет эта техника, эти колоссальные тягачи с межконтинентальными ракетами, эти страшные, внушающие ужас танки, бронетранспортеры, горы металла, невероятная сила. Я уезжаю, думаю себе, когда-нибудь будет конец тому, что здесь происходит. Страшно подумать, когда видишь все эти громады, видишь все эти глыбы, видишь всю эту колоссальную силу, что может ее сдвинуть с места, что может поколебать. Но вот оказалось, что на самом деле никакой большой силы не нужно было. и через довольно непродолжительный срок вся эта мощь развалилась, и вся эта держава развалилась на куски. Это вот жизненная философия, которую здесь наши мудрецы вставляют в уста маленькие девочки. Фараон, злодей, и его указ вряд ли долго продержится. Сейчас он есть, да, фараон стоит во главе с самой мощной державой того времени. Египет, древняя Египет, колоссальная, мощнейшая держава. И фараон, да, совершенно верно, но уж так история поворачивается. Сегодня он здесь, завтра он там, сегодня его указ есть, завтра его по какой-нибудь причине отменят. Поэтому делать такие далеко идущие шаги, как разводиться со своими женами нет смысла. А возражение, а зачем же рожать детей для того, чтобы их убивать? Это недолго продержится. Рано или поздно это уйдет. Поэтому его указ вряд ли долго продержится. А ты праведник, и твой это приговор наверняка реализуется, то есть, поскольку ты дал своим поведением пример многим, очень многие люди вслед за тобой разводятся с женами. Вот после такого упрёка, который Амрам выслушал от своей дочери, он послушался её, послушался дочери, и тогда все евреи, следуя его примеру, возвратили своих жен. Значит, по тому, как комментирует здесь Талмут, у нас получается такая картина. Брак, о котором говорит здесь Тора, это уже второй брак Амрама. Не знаю, что он женился на другой женщине, он второй раз женится на своей собственной жене, с которой прежде перед этим развёлся. Развёлся именно потому, что он не видел возможности продолжать семейную жизнь в тех условиях, когда над новорождёнными мальчиками нависла угроза, уничтожение. И именно так объясняет Раши. «И пошёл человек из дома Леви и взял в жёны дочь Леви и говорит, Раши, они разошлись раньше из-за указа фараона, то указ был уничтожить на врождённых мальчиков, а вот теперь он возвратил её и взял её в жёны вторично». И тем самым объясняется, каким образом появляется здесь уже старшая, при рождении мушей появляется старшая дочка, откуда я вижу, что уже была к тому времени старшая дочка. Вот как сказано было раньше, что когда мать положила на врождённого младенца у реки, то его сестра, как сказано там, а его сестра расположилась на расстоянии, чтобы знать, что произойдёт с ним, а сестра явно уже большая, которая может здесь провернуть ту самую комбинацию, которую она и провернула, предложив дочери фараонов кормилице свою собственную мать и мать младенца. И она теперь кто имя имя отца мужа мы уже знаем, а мать это Йохевит. Она также обрела молодость. Зачем ей нужно обретать молодость? Вот Раши ведь к тому же времени ей было 130 лет. Кто просит объяснять, что ей было 130 лет, почему будет плохо, если будет только 30 лет, зачем нужно делать так, чтобы ей было 130 лет, и потом объяснять, что она вновь прошла омоложение, что вновь обрела молодость. Но Раши здесь последовательно идёт вслед за тем, как он объяснил, ещё в Хумаш-Берешит, там в главе Ваегаш есть очень известная проблема, когда Торо перечисляет всех, всё семейство Яакова, которое приходит в Египет, и утверждает, что всех было 70 человек, когда считаем то имя нам, то при всём желание получается только 69, и как не перечитывать, никак не получает. Говорят, наши мудрецы, и Раши там цитируют, что это, что 70-м человеком следует считать Йохевет, которая родилась, она не родилась ещё в Иерус-Исраэль, и не в Египте, она не посчитана ни там, ни здесь, поэтому она и не названа по имени, и родилась она прямо на границе, т.е. прямо на контрольно-пропускном пункте, на паспортном контроле, на таможне, там она и родилась. Одно уже в Египте. Если так, ну а тогда получается, что она к тому моменту, как она здесь выходит замуж и рожает, она уже очень преклонного возраста, и просчитываем мы это очень просто. Пребывание еврейского народа в Египте с того момента, как ступили на египетскую землю и до исхода, это 210 лет всего. И с 210 лет, а сколько, когда закончился этот период, 210 лет еврейский народ вышел из Египта. К тому времени, в тексте это очевидно, Тора подчеркивает, что Муше исполнилось 80 лет, когда он выявил еврейский народ из Египта. Это значит, что он родился за 80 лет, до исхода. Но если его мать родилась в тот момент, когда евреи только пришли в Египет, то тогда простая арифметика 210 минус 80 получается 130. Значит, когда она родила сына, ей было 130 лет. Понятно, что возраст преклонный, поэтому Раши говорит, что она тогда вновь обрела молодость. Ведь в то время ей было 130 лет, так как она родилась меж стен, то есть на границе Египта, когда земли Израиля входили в Египет. 210 лет они оставались там, а при исходе из Египта, мужу было 80 лет, аж здесь быстренько проделывают весь архематический подсчёт, таким образом, когда Йохевет зачала его, ей было 130 лет. При всём притом она называется «Дочь Леви». Дочь Леви это не только вопрос происхождения, так, «Дочь», словом «Дочь» обычно обозначается всё-таки женщина молодая, поэтому хотелось сказать, что она вновь обрела молодость. Итак, это комментарии Раши, основанные на Талмуде, Трафтат Сута, а Талмуд, в свою очередь, основывается на анализе текста и решении тех противоречий, которые у него скрываются. Теперь посмотрим, как подходит к тем же самым вопросам другой комментатор Рамбар. Рамбар, как известно, во многих местах он даёт альтернативный комментарий, не принимая комментарии Раши, основанный на словах мудрецов в Талмуде и в Дрошах, а давая возможный комментарий на уровне Пшат, не прибегая к Дрошот. Так Пшат. Пошёл человек из дома Леви. Мы спросили, куда пошёл, что означает вообще-то слово пошёл. Ответ мудрецов был, пошёл, как говорят люди, пошёл по совету, последовал совету своей дочери. Рамбар приводит здесь это мнение. Наши наставники говорят, что пошёл, имеется в виду, пошёл по совету, то есть последовал совету своей дочери. А мне кажется, что можно объяснить это по-другому, что поскольку, невзирая на указ фараон, этот левит взял себе жену, чтобы она родила ему сыновей, о нём сказано и пошёл. Пока не очень ясно, почему этот факт. Понятно, что само действие, сам поступок Амрама был поступком достаточно мужественным, когда, несмотря на всё, что происходит вокруг, он демонстративно ни от кого не прячется, точно так же, как он раньше демонстративно дал развод своей жене, точно так же сейчас наоборот он демонстративно на ней женится, как бы выражая тем самым то, что сказала ему дочка, что указы фараона долго о ней не продержатся, тем самым он выражает вот своё неверие и непринятие фараоновых указов. Ну и почему это выражается словом «пошёл»? Подложает Рамбан. Ведь так всегда говорится в Писании о человеке, совершающем решительный и быстрый поступок. То есть там, где человеку нужно, он долго может думать, он может сомневаться, раздумывать, взвешивать, да, нет, но когда человек наконец решает и резко, быстро притворяет своё решение в жизнь усилием воли, это называется словом «пошёл». Тора пользуется и Рамбан приводит доказательства, что в целом ряде мест подобного рода решительные поступки описываются фразой, которые называются со слов «и пошёл». Например, «и пошёл Рувен и возлёг на ложе бельги». Когда Рувен устроил демонстрацию шатре своего отца, демонстративно перевернув и вышвырнув мебель из его кровати из его шатра, то начинается это, то описывается эта фраза, то начинается слово «и пошёл Рувен». Не имеется в буквальном, что «пошёл из своего шатра в шатёр Бин и там устроил манифестацию». Не в этом дело. «Пошёл» имеется в виду именно этот решительный поступок, который вовсе не просто было решиться на него. Или когда братья решаются сделать ещё менее простой поступок, а именно избавиться от Юсефа. Снова предложение там звучит так. «Пойдём и продадим его Ишмэльтянам». То же самое здесь. И этот человек он тоже проявил решительность и взял дочь Левитя. То есть вот такой решительный, требующий достаточного мужества и воли поступок, он и описывается этим словом «пошёл». Продолжает Рамбан, потому что мы уже сами заметили, здесь не упомянуто ни имя Левита, ни имя его жены, всё анонимно, которую он взял. Почему? Иначе нужно было бы называть их отцов и детов и так до самого Леви. А Писание стремится к краткости, чтобы как можно быстрее рассказать о рождении будущего избавителя еврейского народа мушества. Есть разная динамика текста. Иногда мы знаем, текст раскручивает ситуацию медленно, обстоятельно, подробно. Иногда текст летит, просто перескакивает через десятилетия, через массу деталей, скорее-скорее-скорее достигнут до главного. Этим-то и объясняются различные темпы развития сюжета и описания событий. В действительности через некоторое время Тора подробно опишет и укажет всю генеалогию и все происхождение. Таким образом происходил муше от Левии, от Якова и так далее. Все это будет, но не сейчас. Сейчас, скорее, после того, как Тора нарисовала нам здесь всю картину про обощение, Тора быстро-быстро стремится перейти через Рубикон к переломному моменту, а именно рождение муше, который и поведет процесс освобождения из Египта. Поэтому все лишние детали опускаются, даже имена. Ибо если только назвали имена, то придется сказать имя Амрам, Ачей Онцин, кто такой Амрам? Амрам Онцин, Киат, Акиат, кто такой Ауцин? Что-то сейчас лишний, быстрее. Но затем его родословное уже изложено подробно. Всему этому будет время. Если не прибегать к Драшу, к тому, как наши бодрецы объясняют этот стих в трактате Сота, то согласно прямому смыслу, то есть Пшат, в этой строке Торы говорится о начале супругства. Всегда, когда переводят на русский язык Пшат как прямой смысл, это всегда может навести на недопонимание. Тут вроде бы Пшат это прямой смысл, а Драш это аллегорический. Не так. Драш это значит буквальное понимание. Буквально. Буквально, как следует буквально понимать. Вот так, что он пошел и женился, а если у него оказывается потом, что к тому моменту, как он женился, у него родился и у него есть еще старшие, более старшие дети, значит он женился вторично, вот и все. Понимаем это буквально. Пшат означает, попытаемся понять это не буквально, а как? Что здесь, что в этой строке Торы говорится о начале их супружества, но только события этих главы описываются не в той хронологической последовательности, в которой они происходили, ведь они поженились еще до указа фараона, то есть Драш, как понимает этот стих Гмара, как понимает Талмуд в трактате сута, понимаем буквально, а именно, что события происходят так, как они здесь написаны, буквально, поженились, и как поженились, у них родился ребенок сразу, а как тогда быть, если выясняется, что до этого есть еще двое детей, значит поженились второй раз. Пшат говорит, да нет, не в этом дело, то, что написано здесь, поженились, хотя, то, что написано, что они поженились, и Амрам, и человек из дома Леви взял жену и дочь Леви, это написано после указа фараона, но на самом-то деле нельзя понимать, это буквально, не следует понимать, буквально на уровне Пшат, а имеется в виду, что это произошло задолго до того, как был указ фараона, до того, как был указ, Амрам уже женился на Юхевет, и у них приспокойненько родились двое детей, Мирьям и Арон, и только после этого был указ фараона, и указ фараона уже пришёлся как раз на то время, когда должен был родиться Моше, а двое детей родились до этого беспрепятствами, просто потому, что они родились до указа фараона, это Пшат, небуквальное понимание текста. Сначала родились у них, продолжает Ромбат, сначала родились у них Мирьям и Арон, а уж потом фараон вынес свой указ всякого наврождённого мальчика бросайте в реку. И тогда уже стала эта женщина, эта женщина зачала и родила сына, и увидев, что он хорош, скрывала его, как говорит Тора дальше. Но рождение Мирьям и Арона в Торе не упомянуто, то есть эти факты вообще не упомянуто, то есть они воспринимаются здесь в рассказе как нечто само собой разумеющееся, есть брат, есть сестра, а когда они родились, Тора не рассказала. Однако, по мнению наших наставников, если мы, кстати, почему, опять же вопрос, почему о рождении Мирьям и Арон вообще даже не упомянуто, потому что их появление на свет не было связано с какими-то особенными обстоятельствами, появление Мирьям на свет настолько драматично, поэтому оно подробно описывается, они родились просто так, как рождаются сейчас там люди на свете. До сих пор это объяснение Рамбана на уровне пшат, небуквального понимания текста, сводится оно к тому, что то есть рассказ Торы не выдержан в хронологическом порядке, и хотя рассказывается о женитьбе Амрама после указа фараона, на самом деле эта жениба была задолго до того, а вот зачатие, когда зачала женщина, то есть, когда она запременела Муше, вот это уже произошло после указа фараона. Должна, дальше Рамбан, но, однако, по мнению наших наставников, в этой строке говорится о повторном супружестве, и здесь он уже переходит на комментарий мудрецов в Талмуде, так как отец Муше отделился от своей жены из-за указа фараона, а затем по пророческому совету дочери он её возвратил, женился на ней вторично. Он вновь женился на ней, ведя её под хрупу, а Мирьям и Арон танцевали на свадьбе своих родителей, радуясь, что благодаря их повторному супружеству народ Израиля будет избавлен от рабства, то есть, они видели в этой демонстративно проводимой свадьбе предвестие будущему освобождению из рабства, потому что в действительности свадьба эта весёлая свадьба не имела особого смысла, если верить в то, что порабощение и та ситуация, в которой жили тогда, будет продолжаться и продолжаться. И хотя Арон был ещё совсем маленьким, как-то совсем он должен был маленьким, поэтому как-то объяснение мудрецов о том, что он танцевал вокруг хупы родителей несколько странновато выглядит, поэтому Глеб Трамбан, хотя Арон лучше совсем маленьким, Всевышний вложил радость и в его сердце, ну а возможно и просто Мирьям объяснила ему смысл происходящих событий и тогда, он тоже там урадовался. Окей. До сих пор мы объяснили только первый стих второй главы, и пошёл человек из дома Леви и взял в жёны дочь Леви и зачала женщина и родила сына и увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. Значит, родила она уже в условиях, в которых новорождённому ребёнку, новорождённому сыну грозила опасность для жизни, когда египтяне, как объяснил Рамбан, уже войдя во вкус, рыскали по еврейским домам, выискивая маленьких детей, ну и как здесь быть, скрывать получается и она скрывала его, скрывала его три месяца, потом выяснила, что дальше скрывать невозможно. И Тора здесь, казалось бы, объясняет, мотивирует, почему она делает эти усилия, скрывать. И зачала женщина и родила сына. И увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. Так получается, если бы она не увидела, что он хорош, тогда бы она его не скрывала. Так, хороший ребёнок, жалко его, надо бы скрыть. А если родился нехороший, ну ладно, пускай берут. Как это можно так понять? Это же... Обращаемся к Раши. Что означает, увидев, что он хорош, к Раши с его рождением весь дом озрился светом. Ну и что это объясняет? Объясняет её... Ведь этими словами Тора объясняет её решение, почему она решила скрывать его. Ну потому, что он хорош, к Раши, просто хорош, ещё такой хорош, какие-то чудесные вещи происходят, дом озрился светом, ну и что? Опять же получается, ради ребёнка, от которого дом озрился светом, ради него имеет смысл попытаться его скрывать, а ради другого не стоит, пусть берут. Обратимся снова к Рамбану. Пирс Рамбан и увидев, что он хорош, скрывал их. Но ведь известно, что все женщины любят своих детей, не важно, красивых, нехрасивых, хороших, нехороших. Любой женщине её ребёнок, рождённый ей ребёнок, он самый хороший, самый красивый, самый... И все они скрывали своих детей от египтян, разве только Мирян, разве только её Хевет, простите, скрывала своего ребёнка. Да все еврейские женщины старались это делать, как только могли. Так зачем рассказан увидев, что он хорош? Ответ Рамбана, но имеется в виду, что мать увидела в младенце нечто особенное и подумала, что с ним произойдёт чудо и он спасётся. И поскольку с ним связывались особые надежды, то даже после того, как доля скрывать его мать уже не могла, она всё же верила, что он спасётся. Понятно, что пытаться скрывать скрывали все. И Тора не хочет объяснить здесь, почему она хотела скрывать. Дело в том, что поскольку он хороший, хорошего ребёнка жалко, будем его скрывать. Не в этом дело. Но скрывать можно по-разному. Когда человек понимает, что возьмём мы события не такой уж давности, 60 лет тому назад, когда многие-многие евреи скрывались от немцев, кто в лесах, кто в домах у неевреев, кто в подвалах, бункерах и так далее, и так далее. Но когда все вокруг тебя, все тебя только ищут, одни ищут тебя активно, другие готовы в любой момент настучать, прописать донос, то человеком обладевает отчаяние, рано или поздно он найдут. И человек в такой ситуации не находит душевных сил для того, чтобы продолжать скрываться, продолжать укрываться, искать себе новое и новое убежище. Нужна вера, вера в спасение, которое давало бы силы скрываться. То же самое и здесь. В этой ситуации, когда еще не просто, как объяснил Ромбан, это не просто был приемный пункт, на который нужно было сдавать на врожденных младенцев. Нет, египтяне, в том числе и соседи тоже, с того, когда уже вошли в Раши, то у них уже был такой национальный спорт бейского-тибрейских младенцев. В этой ситуации попробовать скрыть его. Очень мало шансов. Ребенок есть ребенок, он время от времени плачет, но детский плач невозможно скрыть. Но поскольку весь, поскольку она увидела в нем что-то особенное, вот это что-то особенное увидело, что он хороший, это что-то особенное дало ей уверенность в том, что несмотря ни на что, несмотря на абсолютно на нулевые шансы спастись, что он все-таки спасется. И это было важно не только для того, чтобы она его старалась скрывать, но и даже после того, как она поняла, что скрывать его невозможно. Завтра придут с обыском и найдут. И здесь она не поднимает руки. И это объясняет нам тот шаг, на который она потом пошла, потому что была уверена, что он спасется. Поэтому и придумала следующие шаги, а именно положить его в корзинку, подбросить его к реке, будучи уверены, что кто-то его подберет, и таким образом ребенок спасется. И вот именно это, все это подтверждает слова наших наставников, которые толковали. Здесь он цитирует то, что мы вычитали. И увидев, что он хорош, что имеется в виду? Так, как с его рождением весь дом наполнился светом. Вот этот вот свет, который наполнил весь дом с его рождением, он и был для нее каким-то знаком и знамением, что с этим ребенком не все так просто, что этому ребенку, несмотря на то, что, казалось бы, шансов на выживание нет, но с ним случится какое-то чудо, он обязательно выживет. И поэтому она находит в себе душевные силы бороться за его выживание в совершенно безнадежной, абсолютно безнадежной ситуации. Читаем дальше. «Так и зачала женщина и родила сына, увидев, что он хорош, скрывал его три месяца. Когда же она не могла больше скрывать его, то она взяла для него тростниковую корзину, обмазала ее глиной, смолой, положила туда ребенка и поставила ее в тростники на берегу реки». Ну, естественный вопрос, а почему именно три месяца ее удавалось скрывать, а потом она уже увидела. Не то, что здесь написано, что кто-то зашел с обыском и... Нет, она сама никто его еще не нашел, но она увидела, что дольше скрывать не будет, а почему до сих пор можно было скрыть. Обращаемся к Раши. Не могла более его скрывать, потому что египтяне вели счет с того дня, как муж возвратил ее к Сибири. Как мы сказали, само это бракосочетание мрама, оно было публичным, оно было демонстративным, об этом все знали, в том числе египтяне. Египтяне видели в этом вызов системе, вызов той ситуации, которая была тогда. Ну и они готовы были постоять за свое, а именно все-таки когда родится ребенок, и отобрать его, и утопить, как следует, как и полагается. Но естественно, что понимали они, что нужно время, пока будет беременность, пока будут роды и так далее. Когда это закончится, когда ребенок будет родиться? Где-то через 9 месяцев после того, как была эта громкая свадьба. Но Ашгаха так устроило, проведение так устроило, что ребенок родился 6-месячным, и поэтому 3 месяца после рождения его можно было скрывать. Но было понятно, что когда эти 3 месяца проходят, то по прошествии 9 месяцев египтяне устроят там такой обыск, и так уже перевернут весь дом, что скрыть ребенка не будет никакой возможности. Поэтому по истечении 9 месяца Египет поняла, что скрывать большую ребенку она не может, и нужно что-то делать. Так что же она делает? Взяла для него тростниковую корзину, обмакнула ее глиной и смолой, положила туда ребенка. Почему важны эти детали, что она была тростниковая корзина, почему не тростниковая, никакая другая, глина, смола и так далее, что все это означает? Раши говорит, тростников имеется в виду папирус, но вообще папирус в Египте материал, который использовался для многих целей. Это материал, с одной стороны, мягкий, гибкий, и он способен выдержать столкновения и с мягкими, и с твердыми предметами. Так, то есть наиболее есть вещи, которые сами по себе может быть, они достаточно крепкие, но с другой стороны, при столкновении с твердыми предметами, они наоборот только разобьются. А этот тростник, он хорош и на то, и на другое, он выдержит и мягкие столкновения, благодаря своей гибкости. Ну, а то, что она обмазала глиной и смолой, понятно, для того, чтобы вода не проникала. Подглашает тростник смолой, зачем нужно было и глиной, и смолой. Смолой, то есть дёгтем снаружи, так как конопатили все подобного рода лодки, суда и так далее, чтобы вода не проникала внутрь. Но у дёгтя отвратительный запах, поэтому глиной она обмазывала изнутри, чтобы праведнику не пришлось обонять дурной запах смолы. И поставила в тростнике, что это за тростник? Камыш. Камышах. Поскольку действия происходят на берегах Нива, а именно не просто на берегах Нива, Нива, а в дельте, именно в тех местах, где много тростника, вот там она и ставит у берега реки корзинку. А его сестра расположилась на расстоянии, чтобы знать, что произойдёт с ним. Тоже уверенная в том, что всё кончится лучшим образом, у неё нет никакого сомнения, поэтому она притаилась посмотреть, кто же его подберёт и где же он будет продолжать свою жизнь. В это время дочь фараона, на это, конечно, никто не рассчитывал, что именно не больше, не меньше, как дочь фараона, спустилась искупаться в реке, а её девушки шли вдоль берега реки. Увидела она корзинку в тростнике и послала свою служанку, и та взяла его. И открыла она, и увидела его, младенца, и вот мальчик плачет. Масса сложностей есть этой матриночке, которую мы прочитали. В первых тостно написано, что она послала свою служанку, свою рабыню. Есть здесь известная игра слов. Слово «ама» у него есть много значений. Во-первых, это локоть, когда человек протягивает руку. Во-вторых, это мера длины, тот же самый локоть, около полуметра. В-третьих, это служанка рабыня. Тоже имеется здесь в виду? Имеется ли в виду, что она протянула руку, или имеется в виду, что она послала одну из своих служанок, пойди возьми, принеси фоказинку оттуда. Как это понимать? Раши пишет так. Послала она свою служанку, наши учителя толковали это слово, как означающее именно рука, предплечье. Но они же толковали слово, как свою руку, имея при этом в виду, что ее рука вытянулась на несколько локтей, то есть это уже третье значение, чтобы она могла дотянуться до младейца. Значит, простое значение имеется в виду здесь служанка, бшат, ама, хотя на самом деле для слова служанка, рабыня, существует другое слово, шифха, может быть, оно даже более приемлемое, но здесь слово ама следует понимать именно, бшат, как рабыня, то есть, скорее всего, египетская принцесса, особо достаточно избалованная, сама ходить за всякими вещами не станет, поэтому, если она даже увидела что-то, то ее заинтересовало, у нее достаточно сложно, чтобы сказать, что принеси. это бшат, драж, я тебе видел, что она сама хотела ее взять, поскольку сама она была достаточно далеко от этого места, то здесь ее ама, то есть, ее рука, она удлинилась, и не просто удлинилась, а удлинилась на несколько, а здесь уже слово ама в третьем его значении, в значении меры длины, она удлинилась на несколько локтей, для того, чтобы та смогла добраться и дотянуться до корзинки. А вот дальше сказано уже совсем плохо. И открыла она, поделась в корзинку, и открыла она, и увидела его младенца. И вот мальчик просит, увидеть, было бы сказано просто увидела его, хорошо. Было бы сказано просто увидела младенца, тоже хорошо. А как так понимать его младенца? Раши приводит здесь драж, который понимает это буквально, т.е. увидела его – это одно, увидела младенца – это одно и другое. Не будем мы говорить, что имеется в виду, здесь увидела его, ну а кого его младенца, нет, увидела его – это одно, увидела младенца – это другое. Как это понять? «Я открыла, увидела его, кого она увидела – младенца – это в прямом смысле, т.е. если это пшат, то увидела его, кого его младенца – это пшат. А медраж, который требует понимать буквально, а медраж говорит, что она узрела шхену с ним, увидела его – это одно, а второе – увидела его, имеется в виду шхену, и увидела шхену с младенца, т.е. там ещё предлог – «эт», который, с одной стороны, этот предлог тоже двузначный, его одно значение, в оригинале написано «вотере-эта-елет», «ватерео-эта-елет», слово «эт», оно означает, с одной стороны, оно может использоваться для формирования прямого дополнения, увидеть кого, и тогда имеется в виду – увидеть кого, увидела на кого – у ребёнка младенца. А с другой стороны, это слово «эт», у него есть другое значение, и оно переводится как «с», как предлог «с», т.е. кто-то с кем-то, и тогда получится, что она увидела его с ребёнком. Кого его? Шхена. Шхена – присутствие Всевышнего, которое охраняет этого ребёнка, чтобы с ним ничего не случилось. Настолько это было здесь очевидно и явно, что даже египетская принцесса сумела это почувствовать. «И открыла она и увидела его младенца, и вот мальчик плачет, опять несоответствие». Увидела она младенца, а «мальчик плачет», мальчик – это не младенец, слово «мальчик» обычно обозначает более взрослого ребёнка, чем младенец. Некоторые говорят, наши приводят здесь объяснение такое, хотя он был ещё младенцем, голос у него был, как у ребёнка постарше, т.е. по виду внешнему, он рождённый младенец, трёхмесячный, но плакал он уже таким басом, каким плачут дети куда большего возраста. «И сжалилась над ним и сказала, это один из еврейских детей. И вот тогда его сестра сказала дочери фараона, а не пойти ли мне не позвать тебе кормилицу из еврейских женщин, чтобы она выкормила ребёнка для тебя? Почему она из еврейских женщин? В чём проблема? То, что сестра находится здесь, спрятавшись там в тростнике, это мы уже знаем. В какой момент она появляется? Она предлагает найти кормилицу, но что, египетской принцессе проблема найти кормилицу, при дворе фараона нет достаточно кормилицев. У фараона было много жён, и гарем был достаточно большой. Найти женщину, которую он может прокормить – не так сложно. В чём вообще проблема-то? И почему еврейская? Отвечает на это Раши, да потому что дочь фараона наносила его ко многим египетским женщинам. То есть, опять же, по тексту это получается вот как она только его нашла, открыла, пожалела, и тут же сразу появилась Мирьяма и предложила эту самую идею найти кормилицу. Достаточно много времени прошло, естественно, самая первая вещь, которую дочь фараона сделала, это отнесла во дворец, там достаточно много женщин. И попыталась найти ему кормилицу среди египетских женщин. И что же? Но младенец не принимал их молока. Почему? Потому что то, что было бы вполне нормально для любого другого младенца, для него это было неприемлемо, так как в будущем ему предстояло говорить с Рашхиной. Поэтому через его уста молоко египетской женщины не должно было проработиться. Вот почему он отказывался от молока египтянок. И тогда появилась эта идея у фараона. Может быть, это только исключительно единственное, что он готов – это только на молоко еврейской женщины. «Иди», – сказала дочка фараона. И пошла девушка и позвала мать ребенка, и сказала ей дочь фараона – возьми этого ребенка и выкорми его для меня, а я заплачу тебе. И взяла женщина ребенка и выкормила его. «И когда ребенок вырос, она принесла его к дочери фараона, и он стал ей за сына. Она назвала его Муше, сказав, потому что я вытащила его из воды». Оказывается, я не знаю, мало кто обращает на это внимание. Но имя Муше дали ему не мать с отцом. Имя Муше дала ему дочка фараона. «Киминамай Мешетил, ибо из воды я его вытянул». Слово «Мешетил», «Маща», «Лемшот» означает именно «вытянуть». И поэтому он получает имя Муше. Сам по себе факт, который требует размышлений. Во-первых, вопрос возникает – ну а мама с папой дали ему какое-то имя. Если не дали, то очень странно, с каких пор не дают ему ни ребенку. А если дали, почему она вторая неделя не упомянута? Или, может быть, где-то упомянута, только мы не обратили на это внимание. И почему имя Муше на веки вечные осталось именно то, которое дала ему дочь фараона, а не то, которое дали маму с папой? И почему так уж получилось, что это имя связано с водой? Так, так, так. Поскольку из воды она его вытащила, так он на всю жизнь остался, связанным с водой. По крайней мере, на последний вопрос дает ответ Маораль. Вода, с одной стороны, это основа жизни. Как известно, без воды нет жизни. А с другой стороны, вода – это вещь бесформенная. Она принимает любую другую формулу. Налейте воду в стакан – будет стакан. Налейте воду в бутылку – будет бутылка. В луже будет лужа. Бесформенность. Что такое то, в чем нет формы? Имеется в виду одна только природа, одна только физическая, только материя, не имеющая никакого содержания. Вот этот символ материи, не имеющей никакого содержания, это и есть бесформенность. Как только приходит в материальный мир содержание, как только приходит духовный смысл в этот материальный мир, то это означает форма, которую приобретает материальная. Поэтому Муше, тот, кто в этой жизни, в эту нашу жизнь, тот, кто привел Тору в жизнь, он, естественно, к воде, с водой у него очень плохие отношения. Он из воды вытащенный, он не относится к воде. Он и вода – это две противоположности. Как известно, и в конце его жизни у него были серьезные-серьезные проблемы, испытания, связанные именно с водой. И именно это предвидели египетские астрологи, когда предсказали фараону, что вот-вот должен родиться избавитель египтян, а только что видно по его гороскопу, что у него очень плохие отношения с водой. Киминамая Мишетил из воды я его вытащила. Так и осталось в него это имя, имя, которое называет его Тора, имя, которое дала ему дочь фараона, имя, связанное с уходом от воды, с уходом из воды. Спасибо. 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 Спасибо.